Итак, господа гитаристы, как вы уже поняли, я менял на гитаре струны, я поставил струны эликсир 1046, вот такая вот симпатичная коробочка, это довольно-таки качественные струны с защитным покрытием. Очень хочу вам напомнить одну немаловажную деталь. Перед каждой установкой новых струн я очищаю накладку, здесь она палисандровая, специальными спреями, и после очистки я обрабатываю ее маслом для того, чтобы она не рассыхалась. О том, как нужно это правильно делать, мы рассказываем в своих предыдущих видео, ссылочку я оставлю в описании. И вот, когда правильно сделаны все процедуры, нам осталось настроить нашу электрогитару. Ну а в этом нам, безусловно, помогут два карманных тюнера и обычный смартфон. Итак, номер один. Хроматический тюнер на клипсе с автоматической подсветкой, поворотный, хорошо читаемый дисплей 360 градусов, диапазон настройки от А0 до С8, гелевая прокладка и батарейки в комплекте. Давайте его распакуем, посмотрим, что внутри. Я его взял в аренду в магазине музыкальных инструментов CityMusic, потом мне нужно его вернуть. Так, здесь пакетик с тюнером, внутри лежит инструкция. Я не буду ее, наверное, читать. Здесь все на китайском и на английском. Вот написано мануал. На русском нет. Будем проверять его методом тыка научного. Коробочку я отражу, пожалуй. Вот такая вот штука. В принципе, классическая прищепка. Кнопочка выключения-включения. Вот такая вот портативная штука, которую можно свободно положить в карман и пользоваться где угодно. Номер два. Это сквозной тюнер. Вот с таким вот дисплеем. Это тюнер для электрогитары. Бас-гитары сверхточный с функцией настройки 7-струнных электрогитар и 6-струнных бас-гитар. А также оборудован встроенным микрофоном. Гитару можно не подключать в него. И довольно-таки легко можно настроить без подключения. Номер три. Стандартное приложение. Гитар Тюна. Достаточно популярное. Сейчас я его открою. С помощью которого можно настраивать 6-струнную гитару, акулеле, а также бас-гитару. Итак, друзья, давайте рассмотрим каждый из них по отдельности и четко определимся, какой же из них самый лучший. Как оказалось, в этом приложении Гитар Тюна отсутствует хроматический тюнер. Он не отсутствует, он там платный. Ребята, его никто покупать не будет. Мы просто скачаем другое приложение. Другое приложение называется Пана Тюнер. Здесь, как видим, все есть. Сейчас будем это все пробовать. Сейчас мы проверим строй гитары на трех тюнерах. Раз, два, три. И разберемся, какой из них более точный. Сейчас проверяем шестую струну. Как видим, вот этот тюнер показывает полный строй. Показывает, что она настроена. А вот эти вот два тюнера, они показывают, что она не дотянута. Пятая струна. Опять тюнер-прищепка показывает, что она правильно настроена. Ну и здесь минус целых 0,2 цента. Здесь тоже чуть-чуть не дотягивает. А здесь показывает полный строй. Давай четвертую струну. Здесь опять показывает полный строй. А здесь минус 0,3. И здесь тоже чуть-чуть не дотягивает. Третья струна. То же самое. Здесь показывает строй. Здесь минус 0,5. Где-то минус 0,4 цента. Нужно ее дотягивать. Здесь та же самая картина. Вторая струна. Так же само. Первая струна. В принципе, показатели на всех струнах практически одинаковые. Так, а теперь еще один эксперимент. Давайте попробуем проверить мензуру с помощью этих трех тюнеров. Сейчас мы играем на открытой шестой струне. А потом зажимаем ее на 12 ладу и проверяем. Вот этот тюнер показывает точный строй. А на тюнере прищепки уже идет небольшой перетяг струны. Немного она как бы перетянута. Но на самом деле он показывает больше. Этот показывает то, что должно быть. Итак, давайте проверим пятую и четвертую струну. Прищепка, как всегда, показывает, что все строит. А сквозной тюнер сейка показывает, что на минус 0,3 цента. Телефон так же само показывает небольшой нестрой. Опять мы видим, что прищепка показывает 100% строй. Вот прищепка показывает больше. А сейка показывает строй. Итак, господа диванные гитаристы, давайте сделаем вывод. Какой из этих тюнеров самый лучший, а какой более посредственный. Но, я думаю, вы уже поняли, догадались, что самым лучшим тюнером у нас будет этот тюнер сейка. Он более точный. Потом тюнер на смартфоне. И последнее место, пожалуй, я отдам вот этому тюнеру прищепки. Для каждой ситуации каждый тюнер по-своему хорош. Вот, например, для записи в студии лучше всего настраивать гитару по вот этому тюнеру или же похожим тюнерам. Но когда вы стоите за кулисами перед концертом, и когда нет под рукой кабеля, а гитара в руках, то лучше всего подойдет вот такая вот прищепка, так как она работает на вибрацию. И вот эта вот штука, это, наверное, самый-самый такой нищебродский вариант. Это когда вам жалко денег купить нормальный тюнер. Мне лично телефонные тюнера не нравятся. Ну и напоследок, давайте проверим, настроена ли наша гитара. Ну и напоследок, давайте проверим, настроена ли наша гитара. Подписываемся на канал, жмем пальцы вверх, долбим на колокольчик и ждем новых выходов наших видео. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok